Привет, друзья! Урок коллективного разума. Ну вот, пожалуйста. Это, так сказать, плод нашего совместного творчества. Но ещё подскажите, может быть, уже финиш или ещё чуть-чуть, там, последний мазок мастера надо добавить. Жду совета ваших. Кроме этого, я буду делать ролик следующий и добавлю туда ваш совет. Там одна дама, она написала, что во время автоколебаний, при волне разгрузки, хорошо бы ещё добавить кое-что. Я вот это хочу добавить. И вы увидите. Ой, Господи, это такая прелесть. Да, ещё я хотел спросить. Мне прямо в личке пишут, там, кроме того, что здесь комменты пишут, мне ещё в личке много пишут всяких слов. И последнее время, ну, где-то там среди всех комментов, которые мне там пишут в личке, слово волшебника. Я вот хочу понять. То, что мне так называют, там, вы наш волшебник. Вот это хорошо или плохо? Потому что смысл слов же меняется. Вы обратили внимание, что со временем, то, что раньше называлось по смыслу, что было хорошо, а теперь, оказывается, плохо, ну и так далее. Смысл слов меняется. Да, вот слово волшебника. Конечно, я никакой не маг и не волшебник. Просто я хочу понять. Это... Я понимаю, что это комплимент. Понимаю. Но... Ну, как вам сказать? Ну, короче говоря, просто скажите. Это... Ну, ладно. Значит, и так жду ваших комментов. Давайте советы. Я хочу вам напомнить, что у нас будет ликбез. Мы завтра объявим, когда он будет. На ликбезе надо приготовить зумы, потому что там во время ликбеза будет сброшен зум. Ну, номер или как там называется, чтобы вы могли туда войти. И задавайте там вопросы. Потому что мне очень часто в комментах здесь даже пишут. У меня там то-то, то-то. Поможет ключ или нет? Нет. Но я же не вижу этого человека здесь. Здесь формат другой. А вот зум зайдет человек, я вижу. Он задаст мне вопрос, я ему отвечу конкретно. Он сделает, как я ему подскажу. И сразу будем видеть результат, динамику. Да-да. Чтобы мы все учились вместе на этом. Итак, до встречи. Завтра объявим, когда будет ликбез. Продолжение следует... Продолжение следует...